Несколько часов назад в Назаровском городском суде огласили приговор бывшему сети-менеджеру Игорю Сухорукову. Он обвинялся в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, 19 января этого года в ходе инспекционного выезда чиновник предложил застройщику передать ему взятку. Речь шла о приобретении администрации детского сада у одной из фирм. Чтобы сделка состоялась со стопроцентной вероятностью, Сухоруков потребовал около 2 миллионов рублей. Обвинение просило 7,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 70 раз превышающий сумму взятки 126 миллионов рублей. Обвиняемый полностью признал свою вину и заключил соглашение о сотрудничестве. Также в качестве смягчающих обстоятельств суд учел наличие на иждивение несовершеннолетнего ребенка, состояние здоровья подсудимого, положительные характеристики. В своем последнем слове Игорь Сухоруков назвал свое преступление затмением. Вердикт суда – штраф в 3 миллиона рублей и запрет занимать должности на государственной службе в течение трех лет. Решение еще не вступило в законную силу. У сторон есть время на обжалование приговора. Сейчас я понимаю, что если бы в тот момент у меня просто, наверное, было бы хоть немножко времени остановиться, подумать, никогда бы этого не сделано. Не смотря на чье влияние и не на уговор, на чьих лиц. Я хочу попросить прощения у всех тех, кому я обещал помочь, не смог, потому что оказался здесь. Я прошу прощения у тех людей, кому я был небезразличен, кто уважал меня и ценил. Я, конечно, не оправдал это доверие. Я прошу прощения у своего сына, что бросил его в такое время. После получения копии приговора, ознакомления с протоколом судебного разбирательства, будет решен вопрос об обжаловании приговора, установленный законом срок. То, что суд назначил приговор, не связанный с лишением свободы, то, что суд назначил основное наказание в виде штрафа, причем значительно снизив сумму штрафа, в соответствии с санкцией, там гораздо более высокая сумма основного штрафа, это подлежит дополнительному изучению.